Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов. Роден, Смертодонис, около 1895 года, отливка в 1928 год, 35 на 63 на 39. Мастера занимало странное утомление души, заключенное в телесную оболочку. В каждой статуе присутствует устремленность духа к мечте, вопреки тяжеловесной и вялой плоти. Даже в работе, посвященной смерти, видны легкости порыв. При этом фигуры образуют монолитное единство, скажется грозной своей инертности бронзовой массой по стаментам. В данном контрасте горизонтальном плато и динамике объятий заключено обаяние небольшой скульптурной группы. Зритель будто слышит плач отчаяния. Недаром маэстро постоянно говорил, что его цель всегда была вдохнуть чувство, эмоцию, энергию жизни в изваянии. Для создания представленной композиции Роден использовал древнегреческий миф об Адонисе. Этот прекрасный юноша был убит вепрем. Его смерть оплакивала сама Афродита, богиня любви. Мастер по-своему использует образы героев. Они не изображения богов, а олицетворения красоты, юности, страсти. Все в персонажах. Облик, движение, эмоции выражает идеалы чувственности. Как всегда, позы очень естественные и гармоничные. Согласно одной из легенд, по воле Афродиты, умерший Адонис превратился в цветок Аминова. Вот такое описание к работе смерти Адониса Родена около 1895 года, отливка 1928. Я нашел в интернете текст по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания.